Доброе утро! В эфире новости на своём. Меня зовут Никита Шишков и вот о чём расскажем. Конфета, отравляющая жизнь. Чем опасны снюсы и как бороться с этой новой бедой современности? Репортаж Екатерины Сегеда. В Ставрополе подвели итоги работы противопожарной и аварийно-спасательной службы в 2019 году. Цифры и факты в репортаже Ильи Захарова. Взгляд из космоса. За посевами на ставропольских полях будет следить спутник. Об этом и не только. Расскажем далее. Леденцы, конфеты, мармелад и даже зубочистки с никотином. Новободное увлечение современных подростков вызывает всё больше беспокойства. Чем опасны снюсы, в проблеме разбиралась Екатерина Сегеда. Мы сидели с друзьями, гуляли, отдыхали. Они дали мне попробовать снюс. Говорят, вот от него расслабляет, лучше, чем сигареты. То, что произошло дальше, Андрей вспоминает без особого удовольствия. Парень засунул свёрток под губу, как ему и рекомендовали приятели, и началось. Началось сильно жечь, губа покраснела, тошнить начало, голова кружится. Возможно, подростку понадобилась бы помощь медиков. К счастью, обошлось. Он выплюнул пластинку и пообещал себе больше не пробовать такое. Сейчас многие жители России жалуются на распространение так называемых снюсов. Об этом пишут в соцсетях и сообщают в новостях. Но самое страшное – снюсами увлеклись несовершеннолетние. В интернете набирают популярность ролики, где не только известные блогеры, но и сами дети делятся впечатлениями после принятия изделия. Говорят об их абсолютной безвредности. Но это не так. То, что сегодня находится на российских прилавках – это никотиносодержащие изделия. Они могут быть в различных формах. Это могут быть никотиновые пакетики, это могут быть леденцы. Основной компонент, который там – это концентрат синтетического никотина. Согласно исследованиям, в одном таком свертке никотина содержится как в трех пачках сигарет. Нетрудно догадаться, какой вред может нанести неокрепшему организму подростка даже однократное употребление снюса. То, что детей нужно защитить от этой травы – это очевидно. Сейчас мы попробуем уточнить у взрослых, слышали они о том, что такое снюс. Вы знаете, что это за штука? Нет, без понятия. А что это за штука? А я вам подскажу, это снюсы. А, ну я так и понял, да, видел фотки. Нет, девушка, не знаю. Это что, это жвачка? Слышала. Что вы слышали об этом? Жуткая гадость. Жуткая гадость. Мало того, что многие взрослые не слышали про снюсы, так еще и некоторые помогают покупать их подросткам. Куловок много было. Много взрослых приходило. Приходят, у вас этот снюс есть? Я говорю, есть. Какой? Начинаю рассказывать, говорю, вам какой нужен? Да я не знаю. Я уже сразу начинаю понимать, что просто это каким-то малолетком он покупает. То есть они на улице попросили прохожего? Да, они стоят на улице и просят прохожих, чтобы взрослые люди покупали. Никотина, содержащие изделия в открытом доступе, пока. Конечно, несовершеннолетним продажа запрещена, но многие недобросовестные продавцы ради наживы делают это из-под полы. Вопрос решения этой проблемы уже подняли в правительстве региона на заседании Краевой антинаркотической комиссии. Сегодня есть проблема. Мы боролись с лирикой. Сейчас новая проблема. И я почему об этом сейчас вам говорю, что все мы здесь сидящие за этим столом должны, вы знаете, оперативно реагировать на изменение этой заразы, которая нас все время преследует и наших детей преследует. Краевые власти предложили на законодательном уровне ограничить продажу никотиносодержащей продукции. А всем взрослым пока необходимо проявить бдительность. Все вот эти никотиносодержащие изделия очень сильно ароматизированы. Это ароматы фруктов, тропических фруктов, корицы, мяты и так далее. Вот если от ребенка уже стало пахнуть нехарактерным вот таким вот ароматом, уже на это нужно обратить внимание. Ну и естественно, волдыри, ожоги язвочки на губах, где-то внутри рта, это тоже характерный признак. Опять же, если ребенок стал плохо кушать, если у него там бледность, если у него в карманах, в одежде где-то обнаружены вот эти вот круглые шайбочки, коробочки, либо пакетики очень похожие на чай, они только в два раза меньше, надо бить тревогу. На Ставрополье уже зафиксированы случаи отравления подростков никотиносодержащей продукцией. Специалисты Министерства образования региона совместно с полицейскими проводят профилактические акции в образовательных учреждениях. Мы большую ставку делаем на родительскую общественность, потому что по семейному кодексу за жизнь и здоровье детей отвечают в первую очередь родители. И от того, какую позицию в семье они займут, родители, по отношению к ребенку, от этого многое зависит. А медики напоминают, увлечение с нюсами может закончиться не только отравлением, но и онкологией или даже летальным исходом. За безопасное детство Екатерина Сегеда, Владимир Ходорев, Иван Шаталов и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Так что, родители, лишний раз проследите, что покупают ваши дети. А вот как уберечь себя от опасности, точно знают герои следующего сюжета. В Ставрополе подвели итоги работы противопожарной и аварийно-спасательной службы края за 2019 год. На торжественной церемонии наградили профессионалов с наивысшими показателями в службе. Илья Захаров познакомился с теми, кто спасает и в водной, и в огненной стихии. Страшно было, если бы это перешло на населенный пункт. Сами поймите, это жители, это дети. Лишиться крова не хотелось бы. Перед объективом Милен Саркисов заметно смущается. Непривычно такое внимание журналистов. А вот на пожаре, напротив, действует быстро и хладнокровно. 23 августа этого года он точно не забудет. Тогда пожарные именно его части первыми прибыли на возгорание возле села Бешпагир. Горела сухая трава, кустарник и, что самое опасное, хвойный лес. Трудно было то, что в конце лесного массива, почти как в курортной зоне, находится больница и населенный пункт. Созданный оперативный штаб принял решение эвакуировать больных с больницы и жителей из близлежащих домов. В тушении этого пожара участвовали более 220 человек и 32 единицы техники, в том числе и пожарный вертолет. Совместными усилиями село Бешпагир удалось отстоять. Никто из местных жителей и спасателей тогда не пострадал. Сохраненные жизни – это, пожалуй, главное, чем могут гордиться спасатели и пожарные в уходящем году. Об этом говорили в Ставрополе, подводя итоги работы. Мы снизили гибель как на пожарах, так и на воде людей. И снизились значительно. Здесь, вероятнее всего, я понимаю, что это есть год, на год не приходится, но здесь большую работу проводили профилактическую. Следующий вопрос – не потеряли никого, все живы и здоровы в этом году, и пожарные, и спасатели. На торжественной церемонии наградили лучших пожарных и спасателей службы. Как подчеркнул начальник ПАС, в ведомству сегодня есть чем гордиться. К примеру, в сентябре заработала в полном объеме система вызова экстренных служб 112. С начала года операторы уже зафиксировали свыше миллиона обращений на этот номер. В этом году Краевая ПАС отметила свое десятилетие. За это время ее сотрудники 36 тысяч раз выезжали на пожары, 4,5 тысячи раз на ДТП, более 2,5 тысячи раз на спасательные работы на воде. При этом спасли свыше 25 тысяч человек, из них более 2 тысяч – дети. Сегодня служба – это 94 пожарные части в селах и станицах края. Сотни единиц техники, более полутора тысяч пожарных, спасателей, водителей, кинологов и других специалистов. Но самое главное – это готовность в любую минуту прийти на помощь, что бы ни случилось. Со скромными героями познакомились Илья Захаров и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. За Ставропольскими полями внимательно следят из космоса. Делают это даже не инопланетяне и не земляне в скафандрах, а спутники на орбите. Специальная техника мониторит состояние наших озимых и позволяет делать прогнозы на будущий урожай. Пока что свежие данные внушают оптимизм. 94% посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. А уровень вегетации самый высокий за последние 17 лет. Тоже, по сути, на космической высоте. И дело тут не только в хорошей погоде. Наоборот, влаги в этом сезоне гораздо меньше, чем хотелось бы аграриям. Показатели растут за счет селекции и семеноводства, в том числе и элитного. Важную роль играет и системное развитие мелиорации, и верная тактика работы с минеральными удобрениями. Что ж, вернемся с космоса на Землю. В краевой столице пройдет новогодний молодежный бал. 16 декабря соберется самая активная часть Ставрополья, чтобы прочувствовать атмосферу приближающегося праздника. Будет на этом мероприятии церемония награждения. Главный из наград – студент года 2019. Кроме официальной части, участников ожидают творческие номера от ярких коллективов региона. О других новосях края в нашем коротком обзоре. В Новоалександровском округе заложили первый километр водопровода «Восточный». Сооружение обеспечит питьевой водой около 7 тысяч человек в 8 населенных пунктах. В поселках Виноградном, Присадовом, Светлом, Крутобалковском, Кармалиновском, Ударном, Встречном и Хуторе Мокрая Балка. Общая протяженность водопровода составит 36 километров. Объект возводят в рамках нацпроекта «Экология». Его стоимость – более 360 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. В Георгиевском округе обновили 13 километров дорожного полотна. Речь идет о дорогах Александрийская-Ульяновка и Георгиевск-Новопавловск. Ремонта там не было давно. Покрытие пришло в негодность. Ямы и колдобины создавали опасность для движения автомобилистов. Рабочие постелили новый асфальт, соответствующий всем нормативным требованиям. Жители близлежащих населенных пунктов смогут беспрепятственно добираться к социально значимым объектам. В Железноводской больнице стали проводить новые виды операций. Ранее некоторые оперативные вмешательства были недоступны из-за отсутствия специалистов. В Краевом Минздраве отметили – расширение видов медицинской помощи стало возможным благодаря программе «Земский доктор». Так, в этом году в городскую больницу пришли работать новые высококвалифицированные врачи. Эндокринный хирург, урологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты. Новогодний концерт в Кисловодске пройдет на новой сцене. До этого подобной площадки у города-курорта не было. Средства на приобретение сцены выделили из краевого бюджета. Также приобрели звуковую и световую аппаратуру. Открытие площадки пройдет 31 декабря возле главной городской елки на Курортном бульваре. А если у вас есть новости или проблемы, о которых хотите поделиться, то пишите нам в WhatsApp и Telegram вот по этому номеру. Присылайте фото и видео, попытаемся разобраться. Ну а далее у нас прогноз погоды. О нем нам расскажет Яна Лукушкина. Она уже в студии и готова поделиться информацией. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. Здравствуйте, уважаемые телезрители своего ТВ. Ну что, зима медленными шагами возвращается в наш край. Местами будут морозы и снег. Итак, подробнее о погоде на 13 декабря прямо сейчас. В Ставрополе облачно. Плюс один днем, плюс два ночью. К вечеру возможен снег и ветер до 15 метров в секунду. В Изобильнинском и Новоалександровском городских округах днем будет немного теплее. Температура поднимется до плюс четырех. А вот ночью уйдет в минус один. Также в эту пятницу там будет облачно и ветрено. На курорты тоже придет похолодание. В Пятигорске и Минеральных водах плюс два днем, минус три ночью снег. В Кисловодске днем температура воздуха прогреется до плюс трех. Ночью опустится до минус двух. Мало облачно и без осадков. А теперь о погоде на восточной территории Ставропольского края. Там погода в пятницу обещает быть морозной. В Арсгире, Буденновске, Нефтекумске облачно. Минус один днем до минус четырех ночью. В Ипатово и Дивном днем ноль градусов. Ночью до минус двух. Значительная облачность, но без осадков. И на этом у меня все. Увидимся на своем ТВ. Субтитры подогнал «Симон»